Приветствую вас, и обычно я, как понял, даю такую вот общую рекомендацию в том, что касается вопроса. Но в этом случае, мне кажется, рекомендации отличны, потому что, в принципе, вся вся ситуация лишь описывает, значит, описывает проблему, и, пожалуй, стоит начать сразу с того, как относиться к бывшей жене вашего мужа, не испортив отношения с ним, потому что вы человека любите со всеми его минусами. Вот на самом деле, эта фраза ваша, последняя, она, как бы, хорошо так иллюстрирует то, о чем можно вам говорить, о чем можно вам сказать. Ведь, понимаете, можно было бы вам порекомендовать мужчину немножечко от себя отстранить. Можно было бы порекомендовать вам сказать, что, ну, если ваш мужчина не заботится о вашем самочувствии, о вашем счастье, о вашем спокойствии, то зачем вам это дело? Ну, вы сказали, что любите этого человека, со всеми его минусами, и этим самым вы снижаете немножко уровень и широту возможных рекомендаций вам. Тем не менее, подходов к решению вашей проблемы будет несколько. Я не буду их перечислять, не буду как-то говорить о том, какие это будут подходы. А я хочу просто начать с того, что вы назвали одним из первых, по моему мнению. Это то, что эта женщина оспаривает ваше право на роль единственной и неповторимой для вашего мужа. То есть, по сути, вы, наверное, испытываете ревность. Вот о ревности давайте с вами и начнем говорить. Значит, ревность – это сомнение в себе. А ревность – это сомнение в своей значимости, в своей уникальности, в своей индивидуальности, в своей, значит, нудности для своего мужчины. И возникает вопрос. Боитесь ли вы реально того, что ваш муж однажды предпочтет свою бывшую жену вам? Ну, если вы боитесь, то тебе следует сказать так. Ваш муж получает от бывшей жены что-то такое, что ему нужно для себя. Возможно, она, его бывшая жена, восполняет его моральную слабость. То есть, если мужчина морально слаб, а если мужчина недостаточно сильно недостаивает свою позицию, то жена дает ему то, чего мужчине не хватает. И этим она его привлекает. Этим она его притягивает. И от с ней он, возможно, чувствует себя привычно спокойно, привычно уверенно, привычно определенно. Потому что она за него все речна, условно говоря. И вот этот момент вам нужно, ну, учитывать. Потому что то, что дает ему жена, то, почему он позволяет ей так самообращаться, это связано, в первую очередь, с тем, что мужчина получает. Вот, вам нужно понять, как вы можете дать мужчине то, что ему нужно. Может быть, больше брать на себя ответственности за него в отношениях. Может быть, больше командовать, больше управлять. Может быть, как-то еще. Но вот эту вот компенсацию того, что мужчина получает от бывшей жены, вам сделать нужно. Чтобы восстановить баланс, чтобы ваш муж получал от, значит, вас получал от вас все то, что ему нужно. Чтобы хотя бы в этом ему не было выгодно уходить, например, к твоей высшей жене и вас бросать. Дальше. Дальше нам не заключается в том, вот вы ревнуете. Скажите, а вы боитесь его потерять? Вы боитесь потерять своего мужчину? Если да, то почему? То есть, важно убрать страх потерь. Если мужчина уйдет к своей бывшей жене, значит, у нее получилось сделать его более счастливым, чем у вас. И это не ваша проблема. Это не ваш недостаток. Это, так сказать, уникальное взаимоотношение между двумя людьми. И нельзя говорить о том, что это именно ваша вина. Но если с уходом вашего мужчины вы боитесь что-то потерять, например, если вы знаете, что что-то потеряете, если вы опасаетесь что-то потерять, то это уже зависимость от этого мужчины. И вам с этой зависимостью нужно что-то делать. То есть, нужно обеспечить себе независимость от мужчины. Пожалуй, это то, что хочется вам сказать именно относительно момента возможного ухода мужчины от вас. Дальше. Дальше мы будем говорить по поводу того, что будет, если вы будете продолжать себе сниваться. Мужчина, видя, что вы ревнуете, видя, что вы требуете все больше и больше от него внимания, видя, что вы устраиваете ему скандал, он будет, конечно же, считаться, что вы его не понимаете. Поэтому скандалить бесполезно, ругаться бесполезно, устраивать всем ревности бесполезно тоже. Тем более, если мужчина морально слаб и не любит скандалов. И получается, что худшее, что вы можете сделать, это, ну, условно говоря, ругаться со своим мужчиной, ведь он этого не любит. Дальше. Следующий момент. То, в чем вы сомневаетесь. То есть, давайте вот прямо скажем, есть ли у вас сомнения относительно того, что бывшая жена вашего мужчины лучше, чем вы? Есть ли у вас сомнения на счет этого? Если вы считаете, что жена действительно чем-то лучше, а вы чем-то хуже, то это очень важно неуверенность в себе. И простите, с этой неуверенностью в себе нужно что-то делать. То есть, нужно понять, в чем вы неуверенны и, по сути, превратить свою неуверенность в силу. То есть, сделать так, чтобы все ваши слабые стороны, которые у вас есть, если они есть, либо превратить в сильный, либо принять себя такой, какая вы есть, и перестать бороться с бывшей женой. Не бороться, а просто понимать, что та женщина как бы не отпускает вашего мужа потому, что поняла. Она поняла, что только он, скорее всего, будет ее терпеть. И только с ним она может делать то и все, что хочет. Другой мужчина не станет выдерживать, услышивать все ее крики, скандалы и так далее. Именно поэтому она тянется к вашему мужчине. То есть этот человек не любит вашего мужчину, а просто им пользуется. Если так, то тогда вы же понимаете, что женщина действует в своих интересах. И ее интересы не могут быть незаметны для вашего мужчины. Никак. Он знает и понимает, что его бывшая жена хочет им пользоваться. Да, у него нет моральных сил для того, чтобы это прекратить. Да, он не хочет, чтобы вы высказывали недовольство, потому это еще больше усугубляет ситуацию. Но он к ней не уйдет. Если только, конечно, у него настолько низкий уровень интеллектуального развития, что он не понимает, что жена бывшая им пользуется. То есть тут нужно относиться спокойно. Если ваш мужчина умный человек, если он умеет различить отметье, он видит, как к нему относитесь вы, и он видит, как к нему относится большая жена. И это значит, что вам всем своим поведением нужно показывать мужчине, что вы другая, вы не такая, как жена. Чтобы он имел четкое представление о том, кто его действительно любит, а кто использует. То есть вот такие в принципе подходы к ситуации. Это еще раз работа над собой, это работа над собственной уверенностью в себе, это может быть какие-то изменения в себе, это может быть больше уверенность в себе, больше осознание того, что вы уникальны, прекрасны, такая, какая вы есть, дальше понимание того, что жена дает мужчине и предоставление этого вашему мужчине, или конец это жалость к этой женщине, потому что действительно только человек, который не любит себя и который не уважает себя, будет так себя вести, значит она достойна жалости, значит вы ее можете пожалеть, потому что вы со своим мужчиной, потому что вы его любите и свою жалость, не стесняетесь показывать своему мужчине, он видел, что вы его бывшую жизнь откровенно жалеете, что вам ее жаль, и это будет дискредитировать ее, его глазах лучше, чем когда вы высказываете недовольство или устраиваете сцену ревности. Дальше, каждый раз, когда вам хочется ревновать при условии, что вы хотите сохранить свои отношения, старайтесь наоборот, окружать мужчину лаской, теплом и любовью, потому что ревность это в большей степени чувство эгоистично, направлено на себя, то есть то же самое, что делает и жена вашего мужчины бывшего. Она также думает о себе. А если вы будете показывать своему мужчине, что вы думаете о нем, что вы хотите сделать счастливым его, то у него будет меньше стимулов для того, чтобы вас бросить и уходить к бывшей жене. А у вас соответственно ревность будет переформироваться другую, более позитивную энергию, которая и поможет вам сохранить отношения со своим мужчиной. Дальше. Также мне бы хотелось немножечко вот, знаете, поговорить о таком аспекте, который я бы назвал личностным. То есть это такое вот обособление, небольшое обособление от вашего мужчины. Как я понял, вы еще не вступили в брак, вы еще не женаты официально, и вы еще только встречаетесь. Понимаете, в этой ситуации действительно не имеют смысла как-то вот спорить, ругать и так далее. Но что можно сделать? Можно показать своему мужчине, так, знаете, пассивно показать своему мужчине, что вам не то чтобы неприятно поведение поведение его. Ну, вы делаете выводы на его основании. Какие выводы? Выводы достаточно простые. Вы делаете такой вывод, что мужчина не очень восценит, что мужчина готов делить свое время и самого себя не только с вами, но и другой женщины вас это не устраивает и вы просто-напросто больше времени начинаете проводить без него, без мужчины. Это могут быть друзья, это могут быть другие мужчины, это могут быть компании, то есть все, что угодно, чтобы мужчина видел, что вы, ну, как бы сказать, позволяет себе то же, что и позволяет себе он. конечно, вы можете на это возразить, вы можете сказать, что, ну, вот, а как же, если я это сделаю, мужчина увидит, что я от него отдаляюсь и уйдет, например, к своей бывшей жизни, а меня бросит. Понимаете, если мужчина вас любит, и если вы предварительно сделаете все, что я вам сказал до этого, и не увидите никакого результата своих действий, то это уже прямой ущерб ваше. Это уже прямая негативная наводка на вас, со стороны мужчин. И позволять себе терпеть негатив, ущерб со стороны мужчин, это значит себя обесценивать. Обесценивание себя в глазах мужчины ведет на самом деле только к тому, что отношения ваши будут ухудшаться. И чтобы показать мужчине, чтобы дать ему понять, что вы тоже человек, что у вас тоже могут быть какие-то свои желания, что у вас могут быть свои стремления, что у вас могут быть свои взгляды на то, как выстраивается жизнь между двумя взрослыми людьми лично. Можно дать ему понять, что он может вас потерять. Без этого, если мужчина будет чрезмерно уверен в том, что вы в любом случае будете с ним, вам можно лишь навредить. И вот это вот обособление, оно позволит вам вызвать у мужчины чувства. Возможное чувство потери вас, которое провоцирует его на некоторое поведение, по которому вы и будете судить, готов ли этот мужчина бороться за вас. Не обязательно, чтобы он прекращал общение с этой женщиной. Не обязательно, чтобы он ее полностью убирал из своей жизни. понятное, это тяжело, мужчина этого не может, давайте не будем требовать от человека невозможного. но вы это вы и если вам что-то не нравится, об этом нужно давать понять, давать понять, что вы терпеть этого не будете. И если это дать понять правильно, а правильно дать понять можно только пассивно, то есть через изменение своего поведения и дать понять это можно и нужно своим поведением, своим изменением в моделях отношения к мужчине, у него, у вашего мужчины не останется выбора, чтобы как-то себя проявить. Он говорит, не надо высказывать недовольство, не надо скандалить, не надо его не понимать. Хорошо, вы перестаете скандалить, вы начинаете его понимать, совсем соглашаться, но никто не может запретить вам думать о себе. Никто не может запретить вам беспокоиться и заботиться о себе, потому что это очень важно. И вот если мужчина задаст вам вопрос, когда вы будете вести себя по-другому, он просит почему, например, вы проводите время там, ну, где-то они с ним, почему вы там проводите время другим мужчиной, например, вы ему спокойно скажете, что ты знаешь, дорогой, я тебя очень люблю, но я же ничего тебе не говорю, когда ты выполняешь поручения своей бывшей жены, когда ты проводишь время, когда ты что-то для него делаешь, я ничего тебе не говорю, я понимаю, она часть твоей жизни, и ты не можешь ее вычеркнуть из нее, я понимаю, но и ты меня пойми тогда, что если ты проводишь время с кем-то, то я в это время что? Я в это время одна, но это получается какое-то неравноправие, если ты позволяешь себе проводить время со своей бывшей женой, то и я могу провести время с кем-то, и все, и это нормально, это равноправно, ты что-то позволяешь себе в отношениях, почему я не могу себе этого позволить, и вот если мужчина вас любит, если мужчина хочет, чтобы вы были с ним, он либо примет вашу позицию, и тогда в принципе никто из вас ничего не теряет, да, какие-то отношения будут, то есть другой вопрос, но моя задача в том, чтобы вы не получили никакого ущерба, моя задача в том, чтобы вы не действовали в ущерб себе, во вред себе. Обнажение будет не очень хорошее, такие непонятные отношения, то это значит, что человек не стремится к стабильности, а если человек не стремится к стабильности, то это значит, что вы, как мужчина, не получите от него то, что вам будет хотеться, а хотеться вам будет определенности, надежности, стабильности, защищенности и прочее. И тут уже вам выбирают, принимаете вы это или нет. Но смотрите, вопрос выбора Это уже акт свободной воли Для того, чтобы акт свободной воли был Нужно создать определенные условия Но выберите вы с ним такие отношения, например Это ваше право Никто этого у вас не отберет И осуждать никто тоже не имеет никакой возможности Ваш выбор – это ваш выбор Но этот выбор должен быть А пока получается, что выбора у вас нет Если вы, как говорите, сходите с ума То у вас безвыходная ситуация И если она безвыходная, то в нее нужно искать выход И этот выход ищется с помощью двух направлений Первое – это изменение отношения к себе, к жене, к своему мужчине И второе – это изменение своего поведения Если у вас получится это все сделать То выход по их появится Так или иначе Либо вы перестанете обращать внимание на его бывшую жену И просто будете относиться к ней Как, знаете, к надоедливому человеку Который вот по старой памяти Что-то от вашего мужчины хочет Либо вы повысите уверенность в себе настолько Что не будете бояться потерять своего мужчину Почему? Потому что вы будете четко осознавать Что вы даете ему все, что можете И все, что нужно ему И если он от вас уйдет в этом случае То это уже его право Вы сдали все, что смогли Но насильно-то человеку удержать нельзя Вот И наконец, если вы измените свое поведение То вы перестанете чувствовать себя ущемленным Вы поймете, что вы равны мужчине И что если он себе что-то позволяет То вы можете так же себе это позволить В этом плохого ничего нет В принципе, в принципе Наверное, наверное, на этом все Потому что есть вот эти вот аспекты Да, аспекты Которые я вам озвучил По сути, это что? Ревность Восприятие жены Поведение И восприятие себя И вот в зависимости от того В каких или в каком аспекте У вас больше всего проблем То есть где больше всего блоков На пути К этому аспекту Или к нескольким аспектам Вот в этом направлении Вам нужно будет двигаться Потому что если, например Смотрите Вы уверены в себе Знаете Что вы достойны Что вы уникальны Что вы прекрасны Если вы там любите себя И так далее Но вы все равно ревнуете Своего мужа Значит вам нужно Менять отношение к сыне И к своему мужу Если вы Чувствуете себя Усемленный При этом понимая Что Муж Ваше мужчина Точнее Жалеет Свою бывшую жну И что Он Не может Как бы Прекратить Вне общения То вам нужно Вот эту вот Усчисленность Твою Восстановить Через те Средства И направления Которые я сказал Но Пока непонятно В чем Именно у вас Проблема Вы пишите Результат И бесконтрольная Ситуация Понимаете От Средности Избавиться Самой Как я Уже Сказал А вот Бесконтрольность Ситуации Есть Сложнее Понимаете Это Не то Что вы Можете Контролировать Это Ведь От мужчины Зависит Не от вас И Соответственно Контролировать Это Вы не можете Никак Если Только Не станете Второй Женой Такой Женой Не возьмете Все В свои Руки Не скажете Напрямую Его бывшей Жене О том Что Ее Бывшему С ней Как бы Общаться С ней Да Больше Не буду И все Вы как бы Решите За своего Мужчину Всего Эта ситуация Но И тогда Не факт Что Ваш Мужчина Не будет Общаться Своей Жену Потому Что У них Свои Отношения И Именно Для того Что Это Не зависит От вас Контрольной Ситуации Обрести Вам Вес Невозможно И Возникает Вопрос Чем Вам Неприятно Бесконтрольность В этих Ситуациях Страхом Потерять Мужчину Как я уже говорил Ушемленностью Да Ревностью Может быть Чем-то еще Давайте Определим Это Потому что Если Бесконтрольность Изменить нельзя А ее действительно Изменить нельзя То нужно Ее принять И воспринимать Как фактор Фактор Неизбежный Если вы Ну Понималюбите Человека Со всеми Его минусами То есть Можно Стимулировать Человека На то Чтобы он Менял Можно Говорить Ему О том Что Он Там Действительно Слаб Что Он Ну Должен быть Более Жестким Он должен Более Твердым И так Далее Но Если Вы Принимаете Его Со всеми Минусами И Это Хранится И так Далее Но Просто Эта Ситуация Принят А Если Вы Принять Ее Не Можете То Это Уже Вопрос Ваших Личных Желаний Ведь Если Вы Любите Своего Мужчину И Принимаете Его Со всеми Минусами То Вам Достаточно Того Что Он С Вами И Все Вам Достаточно Того Что Вы Даете Ему Все Что Ему Нужно И Как бы Удовлетворяете Все Его Желания Но Если Вы Испытываете Ревность И Вам Она Не Нравится Если Вы Хотите Контролировать Ситуацию Что Получается Что Вы Хотите Чего Для Себя И Вот Чтобы Удовлетворить Вас В том Чего Вы Хотите Для Себя Без Потери Мужчины Я И Прогласил Все Самые Подходы Но Отдельно Я Выделю Выделю То Все Так Что Может Вас Вводить Состояние Зависимости От Этого Мужчины То Есть Отдельно Я Выделю Возможный Страх Потери Этого Мужчины И Если Он У Вас Есть То С ним Наги Работать Потому Что Вполне Вероятно Что Страх Потери То Есть Зависимость Любовная Зависимость От Этого Мужчины Мешает Вам Вести Себя Адекватно И Что Самое Главное Помешает Вам Использовать Все Те Подходы Которые Я Назвал То Есть Вы Будете По-прежнему Ревноваться Вы Будете По-прежнему Высказывать Недовольство Тем Самым Отталкивать От Себя Своего Мужчину Да И Соответственно Подталкивать Его Своей Бывшей Жене То Есть Для Вашего Успеха Лучше Будет Если На Этот Момент На Момент Саха Потери Мужчина Вы Посмотрите Очень Пристально Потому Как Если Есть Вероятность То Ее Нужно Набрать Это Едва Ли Не Самый Важный Самый Серьезный Момент Все Остальные Моменты В принципе Можно Решить С более Или Менее Ну Как Семь Знаете Небольшими Затратами Они Влияют На Отношения Но Влияют Все Так Не Так Сильно Как Может Влиять Зависимость А Зависимость На самом деле Действительно Очень Серьезно Зависимость Влияет Так Что Сам Человек Меняет Своё Поведение По Отношению К Другому И Теряет Свою Значимость Для Него Что Самое Важное Поэтому Чтобы Этого Не Произошло Я Рекомендую Вам Обратить Внимание На Данный Аспект И Если Данного Аспекта У вас Нет Если Вы Уверены Что Зависимости У вас Нет Если Вы Уверены Что Готовы Мужчину Отпустить Не Боитесь Его Потерять То В таком Случа Вам Не Составит Труда И Воспользоваться Всеми Майми Рекомендациями И Использовать Все Средства Для Корректировки Своего Поведения Для Корректировки Своего Отношения И Тем Самым Сохранить Отношения С Мужчиной И Не Испортить Их С Ним При Этом Адекватно Относиться К жене На Этом Все Надеюсь Что Помог Вам Если Какие Вопросы Остались Обращайтесь В личку Помогу Если Вам То Остались 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 Продолжение следует...